я планирую сегодня рассказать об оценках либо тиринга и немножко намекнуть зачем они нужны как они выводятся и как они не выводятся потом рассказать про оценки спектра оператора шредингера с магнитным полем и потом сколько смогу рассказать о другом увлекательном предмете это что происходит в размерности 1 и в особенности 2 потому что до сих пор мы с вами обсуждали только для оператора шредингера размерность 3 и больше в размерности 1 и 2 тоже много чего интересного происходит итак первое это оценки либо тиринга либо тиринга это оценки полученные первоначально для случая обычного стандартного оператора шредингера для не для количества отрицательных собственных значений о котором мы говорили а сумме этих отрицательных собственных значений или что чуть более обобщенно сумме степеней этих отрицательных собственных значений вы можете представить себе что вполне может быть что количество собственных значений отрицательных бесконечно но скажем взят их сумма конечно наоборот трудно а так может быть и так называются оценки эти и многочисленных обобщения оценками либо тиринга и как я упоминал они возникли именно у либо и тиринга примерно в 1970 году и сразу появилось много много интересных приложений то есть это то есть неправильно я сказал приложение у них была у либо и тиринга была мотивация зачем такие оценки нужны я чуть-чуть про эту мотивацию после того как оценка будет получена скажу но в целом вот я надеюсь что еще несколько человек из молодежи придет я намерен именно соответствующую статью либо и тиринга предложить в качестве экзаменационной вот я говорил на первой лекции что для тех кому надо сдавать экзамен будут предлагаться один из вариантов это разобраться в какой-нибудь небольшой статье и коротко основные идеи или технические трюки доложить и так значит примерно 1970 и вот по это как раз полное опровержение теория марнольда которую я упоминал потому что лип и тиринг они эту оценку придумали доказали первое и они и весь мир называют от оценками либо тиринга никак не по-другому и так речь идет вот давайте у нас имеется оператор шреддингера плюс в оператор шреддингера в в клидовом пространстве размерности d давайте сейчас d по-прежнему больше либра и у этого если вы имеет какую-то отрицательную часть то у этого оператора имеется какие-то отрицательные собственные значения вот напишем отрицательные собственные значения минус лямбда 1 больше меньше либо равно минус лямбда 2 то есть их либо конечное число а если бесконечное число то они приближаются к нулю отрицательное но поскольку нас интересует сумма они количество то вполне могут быть какие сколько вполне может быть сколько-то нулевых собственных значений но мы их и не считаем они нас не интересуют вот они обозначены минуса лямбда 1 лямбда 2 это потому что это потому что лямбда 1 лямбда 2 они положительные итак нас интересуют вот мы возьмем какое-то число гамма которая больше нуля нас интересует под величина лт обозначим гамма от в льд это в честь либо тиринга в это в честь потенциала в гамма в честь показателя гамма сумма взятой в степени гамма мы хотим получить оценку этой величины для физиков в наибольшей степени интерес представляет случай гамма равняется единице это основной наиболее важный случай когда гамма равно единице но другие значения гамма в частности половина три вторых пять вторых вот почему-то вот такие нечетные они тоже в приложениях физических встречаются итак нас интересует эта величина и мы хотим ее оценить то доказательство которое я сейчас дам этот вывод оценки это не то что придумали либо тиринг я его прокомментирую потом итак как как мы можем эту величину записать мы можем ее записать таким образом давайте мы обознаем возьмем какое-нибудь число минус е то есть е положительно минус е отрицательно и рассмотрим такое опера рассмотрим такой оператор минус дельта плюс в и минус и плюс е то есть мы поднимем немножко наш оператор какие собственные значения у такого оператора каждое собственное значение она на е поднимется ну какие то были отрицательными отрицательными и останутся а другие от добавления е вместо отрицательных станут не отрицательными или даже положительными то есть количество количество этих собственных значений она с ростом е уменьшается вот обозначим через и на объем количество отрицательных собственных значений вот этого сдвинутого оператора количество отрицательных значений количество 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 отрицательных собственных значений вот этого оператора. Ну, это функция. Что мы можем про функцию n- сказать? Это функция, как функция от e, убывающая. Ну, скажем так, невозрастающая. Если e очень большое, то тогда от этого добавления уже ни одного отрицательного собственного числа не останется. Ну, а если e равно 0, то сколько-то их есть. Ну, сколько было. Вот эта функция убывающая. И мы запишем такой интеграл. Я думаю, что большая часть из вас, кто постарше, тот не забыл, кто помоложе, тот недавно проходил. Интеграл стилотиеса. Мы запишем, что величина Lt гамма от v равняется со знаком минус почему-то. Ну, как это понимать? Понимать так. Так, функция n, n от минус e. Эта функция, она убывающая. Она имеет скачки. Как раз на собственных значениях лямбда g, это имеет скачки. Поэтому по правилу вычисления интеграл стилотиеса это как раз и будет равняться сумме модулей отрицательных собственных значений, взятых в степени гамма. Каждый скачок – это кратность. Но если это простое число, то когда e переходит, когда минус e переходит через собственные значения, величина n уменьшается на единицу. И в интеграл входит это слагаемое. Ну, вот так. Это очень стандартный способ. Теперь мы в этом интеграле проведем интегрирование по частям. Проведем интегрирование по частям. И тут я замну. Это можно сделать, но просто там несколько строчек нужно написать, что при этом интегрирование по частям вне интегральных членов не будет. Значит, что это будет? Давайте интегрируем по частям. Вне интегральных членов не будет. Это вы мне поверьте. Я могу оставить вам в качестве упражнения. Проверить, что действительно не будет вне интегральных слагаемых. А тут будет, вместо минуса будет плюс. Мы перебросим вот эту производную гамма. Интеграл от нуля до бесконечности. Е в степени гаммы минус единица. Н от минус, Н минус от минус е, Д е. Хорошо, едем дальше. Теперь мы применим оценку Цвикеля либо Розенблюма для величины Н минус от е. Но нужно понять, что она означает. Вот здесь написано, что это количество собственных значений, количество отрицательных собственных значений сдвинутого оператора Шредингера. То есть не В выступает в качестве потенциала, а В плюс Е выступает в качестве потенциала. Поэтому мы можем писать, что этот гамма восходит, гамма умножить на константу, на интеграл от нуля до бесконечности. Е в степени гамма минус единица. А тут будет стоять интеграл по вклидовому пространству. А здесь будет стоять В плюс Е со знаком минусы. Поднятый оператор. Вот В плюс Е выступает в качестве степени Д пополам. Дх, Де. Вот такой несимпатичный интеграл. Я напишу В от х. Плюс виноват. Ну, как всегда, мне следовало это сделать раньше, но никогда не поздно. Давайте считать, что В отрицательный. От того, что добавляется положительная часть, все собственные значения только немножко поднимаются наверх, и все эти суммы уменьшаются. Так что, это я объяснял где-то в начале, что достаточно в таких задачах рассмотреть суть, когда В отрицательный. То есть, В от х равняется минус В минус от х. То есть, мы приходим к величине гамма умножить на константу, зависящую от размерности. Вот интеграл от нуля до бесконечности Е в степени гамма минус 1. Интеграл по эвклидовому пространству. Тут будет стоять Е минус В минус от Е И вот В от х Отрицательная часть в степени Д пополам. Дх Де Ну, что? Уж оттягивал я, оттягивал, но в конце концов надо этот интеграл сосчитать. И вот очень хорошая, очень поучительная вещь. Я уже один раз вам говорил, и сейчас это я подтверждаю, что когда вы видите какой-то страшный интеграл, который надо сосчитать, то посмотрите, может быть, где-то можно однородностью воспользоваться. Воспользоваться однородностью. Давайте мы сделаем так. Ой! Для каждого фиксированные х мы поменяем порядок интегрирования для каждого фиксированного х мы обозначим вот, что я сделаю? Чтобы было видно, что нужно обозначить, я в от х вынесу. по конкурсу Никогда в болото не попадем. Вот если функция знака переменная, то да, нужно быть внимательным. А вот если функция постоянного знака, то всегда можно менять порядок интегрирования. Так что, а у нас как раз знак. Значит, я вынесу V минус от х, равняется, ну вот, гамма С, Д. Напишем интеграл по R, D. Напишем V от х, V минус от х в степени D пополам. В скобках остается E поделить на V минус от х, минус единица с минусом. Опять же, D пополам. E в степени гамма минус 1, D, E, D, X. А ну, для бесконечности интеграл по нему. Так, кажется, никого не пропустил. Просто вынес V от х. Интеграл еще. От Е надо еще. Ну, и теперь вот эту величину обозначим буквой T, не T, Z. Тогда от этого Z у нас выскочит, значит, нам его и будем интегрировать по Z. От каждого присутствия E, от такой замены переменной, у нас вот здесь появится вот это E. Это Z на V в степени гамма минус 1, V от х. Здесь, опять же, вместо E, Z на V. И вот теперь оказывается, что в интеграле, в интеграле от нуля до бесконечности, интеграле по E, превращается в интеграл по Z, равняется опять гамма С, D, интеграл по R, D, V минус от х. Давайте считать, сколько получится. D пополам, гамма минус 1 и еще плюс 1. Плюс гамма, D, X, интеграл от нуля до бесконечности, а тут остается Z минус 1 с минусом в степени D пополам, Z гамма минус 1, D, Z. Вот видите, мы углядели некую однородность, сделали однородную замену переменных, и наш интеграл распался на 2. Второй интеграл по Z, это мы можем посмотреть в справочнике, это бета-функция Эйлера. Ну, комбинация, рациональная комбинация с гамма-функцией, точное значение нам сейчас не важно. Ну, какая-то вычисляемая константа, которая, что важно, от V не зависит. Зависит только от чего? От размерности и от показателя гамма. Ну, вот давайте все вместе напишем константа L, T, либо Тиринга, интеграл по R, D, V от X минус степени D пополам плюс Z, виноват, плюс, виноват, плюс гамма, D и X. Ну, теперь, по-честному, надо проверить, а для каких значений D и гамма это верно? Значит, проверка проверяет, что поскольку оценка CLR, она верна всегда, когда только интеграл сходится, то, значит, для того, чтобы, для того, чтобы, как тут проверить, для того, чтобы эта оценка была верна, достаточно, чтобы вот этот интеграл сходился в размерности 3 или больше. И действительно, это верно, это вот прямая проверка, что вот нигде мы ничего не требовали, кроме того, что интеграл сходится. Можно? Да? А если интеграл не будет сходиться, когда гамма равна? Да, неважно. Неважно. Значит, сколько... Как бы не была верна? Нет, значит, если этот интеграл не сходится при гамма равном нулю, то это означает, что мы не можем доказать бесконечность, количество собственных значений. Гамма равна нулю... Вот. Гамма у нас была больше нуля. Я-то где-то вначале написал, что гамма больше нуля. Если гамма равно нулю, то у нас много чего разваливается. В частности, у нас вылезает множитель 0. Я имею в виду, мы подставляем оценку. Ну, Андрей, значит... Говорю, может быть, не верна, я получаю формулу... Вот я что-то в этом духе сейчас прокомментирую. Что-то прокомментирую. Итак, вот эта оценка. Значит, для d, равного 2, и для d, равного 1, получение этой оценки было в течение некоторого времени трудной задачей, которую усилиями компании людей, там, тот же самый Либо, Лаптев, Вайдель, Хундартмарк... Вот я буду эти имена называть часто, потому что это как раз люди, которые внесли в задачи об оценках собственного значения заметный вклад. То для d, равного 2, и для d, равного 1, были указаны интервалы гаммы, для которых это доказано. В частности, вот если d равно 2, то эта оценка верна для любого положительного гаммы, но не верна. А для гамма, равного 0. Можно ли поискать асимптотику этой оценки при гамме, стремящемся к 0, и сделать какое-то условие позитива? Да, 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 это важно. Я об этом скажу. Теперь дальше. Эта оценка была доказана другим способом. Либом и Терингом, примерно года, это я говорю, года за 2 примерно до меня, и они в соответствующей статье так переживают, что вот, мол, если бы оценка такая, как здесь написано, если бы оценка такая была, то их доказательства было бы заметно короче. Потому что они не знали. То есть, во второй статье на этой теме они уже обо мне знали, а в первой не знали и переживали. Но оказалось, что их доказательство, вот первоначальное авторское доказательство этой оценки, оно заметно труднее. Оно опирается на довольно тяжелую операторную технику, из теории операторов. И, в общем, не с первой попытки в нем можно разобраться, довольно техническая. Но я рекомендую, тем не менее, тех, кого этот предмет интересует, статью, первую и вторую статьи, либо и Теринга, почитать. Их можно найти в той коллекции литературы, которую я дал. Там имеется сборник, посвященный 70-летию, либо называется «Устойчивость материи от атомов к звездам». И там на 195-й, если не ошибаюсь, или 194-й странице этой книги, приведена первая, а потом сразу вторая статьи, либо и Теринга, посвященные, во-первых, доказательству вот этой оценки, а во-вторых, применению. И вот, когда дальше пошла развиваться наука, значит, после 70-го какого-то маленького года наука много куда дошла, оказалось, что именно в вопросах устойчивости материи, в вопросах устойчивости материи, очень важно знание конкретного значения вот этой константы. Дело в том, что все методы, я пока что говорил только об одном, но все методы получения оценки CLR, они либо вообще не следят за константой, вот мое доказательство, я за константой не следил, хотя мог бы, либо дают заведомо загрубленное значение константы. Помните, я говорил, что оценки такого типа, они опираются на квазиклассическое представление, что это объем части фазового пространства, объем части фазового пространства, где энергия меньше, где энергия отрицательна, суммарная энергия, кинетическая плюс потенциальная. И вот оказалось, что для приложений, ну, по существу, о судьбе мироздания, устойчиво или нет, важно знать точное значение этой константы. И вот в течение многих лет люди бились над получением точного значения, пока, наконец, не было вот такой эпохальной статьи Лаптева и Вайдля, где они очень интересным способом доказали, что вот в этом неравенстве либо Тиринга константа точная, но для значения гамма начиная с трех вторых. Вот, значит, неизвестно, неизвестно точное правильное значение гамма этой константы при гамме меньше, чем 3 вторых. Имеется гипотеза, то есть можно написать, это через гамма-функцию выражается, объем части фазового пространства, где вот этот где гамильтониан, ну, гамильтониан умноженный на лямбда, степень гамильтониана меньше отрицательна. Но то есть эта оценка имеет какую-то асимптотику при гамме стремящемся к нулю, но пока что все это разговоры в пользу бедных, потому что имеющиеся методы не позволяют по состоянию на сейчас улучшить вот эти уже почти 20-летние давности результаты Лаптева и Вайдля. Это большая задача, вот можно вполне, я, по-моему, я не помню, включил я статью Лаптева и Вайдля в этот список литературы, но это легко можно найти, это было напечатано в 98-м, если не ошибаюсь, году в Акта математика, такой ведущий аналитический журнал. Так что вот это доказательство оценки Либа Тиринга, оно вовсе не единственное, оно не дает наилучшие константы, но тем не менее при наличии оценки количества собственных значений оно наиболее простое. Но можно к этому добавить еще, ну вот если будет время, мы к этому вернемся, что такие оценки степеней, сумма степеней отрицательных собственных значений, они важны и для других видов задач. Причем именно что когда другой либо какой-то другой оператор кинетической энергии, не лапласиан, ну вы физики в основном, вы не боитесь когда я говорю о кинетической энергии, это не лапласиан, а что-то другое. И там другие формулы. Очень увлекательно эта задача о степенях собственных значений для магнитного поля. Потому что исследования устойчивости материи при наличии магнитного поля нерелятивистской и релятивистской они продолжаются до сих пор. Можно вопрос про эту константу и устойчивость материи. Насколько далеко человечество сейчас от рубежа чтобы устойчивость где-то 6 она у нас 18. примерно так. Нет, у меня намного хуже. Я имею в виду то, что известно. То, что известно. Ну я самую каплю скажу откуда эта сумма собственных значений гамма равна единице берется. Совсем чуть-чуть. Я сам не спец в этом вопросе. Но чтобы вы имели некое представление. Откуда это берется? Итак, гамма равно единице. Рассмотрим многочастичную задачу. То есть то, что я описал это одна частица. А тут многочастичная задача. То есть имеется у нас в клинговом пространстве например в R3 имеется какой-то потенциал V от X и у нас имеется N большое пусть для простоты одинаковых частиц и частицы которые двигаются в этом потенциальном поле ну и на это есть еще какое-то их взаимодействие которое я не пишу потому что движение без взаимодействия это начальный начальный шаг и на это там методами теории возмущения и прочее накладывается взаимодействие и так и так имеется N частиц и мы представляем себе что эти N частиц это фермионы для бозонов совсем по-другому идут оценки это более трудная задача для фермионов оказывается чуть-чуть легче то есть состояние частицы описывается волновой функцией напишем Psi от X1 XN XG это принадлежит R3 то есть функция 3N переменных и эта функция должна быть антисимметричной относительно перестановок антисимметричной относительно перестановок и мы хотим значит вот это что есть что мы хотим мы хотим получить какое-то приближение к нижней точке спектра соответствующего оператора то есть наш оператор напишем его оператор Шретингера к Пси это есть сумма я не пишу массы дельта ЖТ это трехмерный оператор Лапласа по переменной номер Ж ну скажем плюс V от XG Т Пси плюс какое-то взаимодействие но первоначально все без взаимодействия и вот мы хотим получить нижнюю границу и эта нижняя граница она оказывается заметно выше чем если бы мы не знали что частицы это фермионы вот эта антисимметричность она влечет повышение нижней границы насколько вот давайте посмотрим откуда это происходит ну как как искать нижнюю границу спектра ну нужно писать выражение для полной энергии на пробных функциях и вот оказывается и вот оказывается что можно попробовать взять такую пробную функцию пси х1 хn равняется вот такую пробную функцию давайте мы возьмем одночастичный оператор и у этого одночастичного оператора есть какие-то то есть трехмерное пространство у одночастичного оператора есть какие-то собственные значения и поскольку в силу и возьмем такое что равняется определитель пси ката от хж значит пси ката это собственная функция одночастичного одночастичного оператора то есть вот такую комбинацию мы берем вот такую пробную функцию отдельно доказывается что это хорошо что это дает хорошее приближение к и вот мы хотим рассмотреть полную энергию вычисленную на такой волновой функции понятно что значит мы берем вот такую комбинацию составленную составленную из собственных функций и вот возьмем собственные функции самые низшие и вот оказывается это легко посчитать что это с точностью до константа полная энергия равняется лямбда 1 плюс лямбда n где лямбда 1 лямбда n это одночастичные одночастичные собственные значения но те которые отвечают этим собственным функциям ну это понятно что вот этот у нас детерминант когда оператор h действует на этот детерминант фактически он действует только на одну только на один столбец действия на другие величины равно нулю по ортогональности и вот здесь появляется эта сумма а дальше интересно что когда когда в центральный потенциал например это кулоновский такое что собственных значений бесконечно много то тогда можно проследить поведение с помощью оценки либо тиринга которую мы только что сказали можно проследить поведение вот этой величины когда n растет одна из точек зрения на проблему устойчивости материи она состоит в следующем вот мы имеем систему из очень большого количества частиц и как ведет энергия нижняя граница энергии этой системы когда вот количество частиц идет к бесконечности вот совсем хорошо совсем устойчиво будет если энергия вообще на минус бесконечность не идет ну а если идет то считается вот одна из точек зрения она состоит в том что вот если удельная энергия на частицу то есть вот эта сумма собственных значений поделенная на количество частиц на n если удельная энергия на частицу не идет к минус бесконечности то уже хорошо уже вселенная устойчива и так далее это я очень очень коротко и очень неквалифицированно вам рассказал о связи вот этих оценок с проблемой устойчивости материи об этом продолжают писать то есть вот первая статья на эту тему это была статья либо и Теринга 50 примерно лет назад и вот продолжают писать продолжают появляться статьи в которых либо рассматриваются все более и более изощренные системы во-первых включается взаимодействие между частицами далее применяется рассматривается более общие более общие операторы кинетической энергии не обязательно лапластиана какие-то другие включается магнитное поле и так далее вот это первая сегодняшняя тема это оценки типа так называется оценки типа либо Теринга об этом много много чего пишут я вам показал один из способов их получения но здесь мы не следим за константами так ну чуть-чуть я скажу еще значит следующий вопрос который мы с вами рассмотрим это оценки спектра для операторов с магнитным полем для оператора Шредингера с магнитным полем вот я успею сказать что это такое с математической точки зрения это что это такое что это такое Ну да, бозоновская задача об устойчивости материи тоже рассматривается, и для неё оценки гораздо хуже, чем оценки либо Тиринга, и задача трудная, то есть она в меньшей степени исследована. Итак, что такое оператор Шредингера с магнитным полем с точки зрения математики? Физики могут это по-другому понимать. Итак, мы имеем пространство, вот после РД, д-мерное пространство, и в этом д-мерном пространстве мы рассматриваем то, что называется магнитный потенциал. Что это такое? Пишем А готическое от Х, А1 от Х, АД от Х. Это вектор такой, состоящий из вещественных функций. Важно, вещественных функций. Реально, конечно, в природе эти функции довольно приличные, но математики много не требуют. Математики говорят, что пускай эти функции всего лишь принадлежат Л2 локальному. То есть, для постановки задачи совершенно не важно, как они себя ведут на бесконечности. Л2 локально. А чтобы совсем было страшно, у меня, например, есть статья, где еще хуже. Где Л2 локального нет. Итак, вот такой вектор. Значит, он называется магнитный векторный потенциал. Магнитный векторный потенциал. Давайте теперь мы рассмотрим такой оператор. H, А, и нолик. Я потом скажу, к чему нолик относится. Такой. Удобно. И наобла плюс А в квадрате. И наобла или минус И наобла? Нет. Минус вот тут в этом И спрятан. Это имею в виду И наобла или минус И наобла? Ну, а можно минус, это не принципиально. Давайте напишем подробно, что это такое. Вот то, что здесь написано. Это оператор кинетической энергии. Частицы, движущиеся в магнитном поле с потенциалом А. Ну, всякие еще могут быть условия. Там, скажем, уравнение Максвелла. Будут требовать, что какая-то дивергенция равна нулю. Ну, сейчас это не важно. Я хочу сказать, что с формальной точки зрения, с формальной точки зрения, вот этот оператор является формально самосопряженным. Потому что вот производная, видите, тут И стоит. Производная умножить на И. Это самосопряженный оператор. Умножение на вещественную функцию – это самосопряженный оператор. Ну, квадрат самосопряженного оператора, он хороший. Тут просуммировали. То есть с формальной точки зрения оператор хороший, самосопряженный. Если же мы будем говорить о неформальной точке зрения, а об определениях, то сразу становится очень трудно. Потому что если А не слишком гладкий, ну, например, всего лишь Л2 локально, а гладкости нету, то мы даже вот для такого суммы, того, что возводим в квадрат, не можем написать, какая там будет область определения. И что получится, если мы возведем в квадрат? А в особенности, что получится, когда мы самосопряженные операторы с разными областями определения станем складывать? В книге Барри Саймона, если не ошибаюсь, во втором томе, вот «Рид и Саймон», курс современной математической физики во втором томе, там приводятся различные примеры того, как глупое понимание этого оператора может привести к очень ошибочным рассуждениям. Как правильно задавать этот оператор? То есть, вот как я сказал формально, это неправильно. Как правильно задавать этот оператор? С помощью квадратичной формы. По существу Саймон, Барри Саймон, он сам своим умом дошел до понимания нужды квадратичных форм. За 10 лет до него это сделал Бирман, но Бирмана тогда Саймон не считал, и вообще-то работы Бирмана за пределы Советского Союза выходили очень мелко квантованно. А так он, конечно, сделал огромную работу после этой диссертации Саймона. Значит, Саймон в 20... Сколько? В 25 лет защитил диссертацию под названием «Квантовая механика», изложенная с помощью квадратичных форм. И с тех пор уже широко эта математика стала применяться. Значит, а что? Как правильно писать? Какая квадратичная форма будет? Вот я напишу квадратичную форму, после этого сделаем перерыв. Напишем H. Интеграл. Минус Д по ДХ плюс И АЖД. Я, по-моему, правильно знак поставил. У. Здесь сумма. То есть я провел формально... Применил У, умножил на У, проинтегрировал по частям. Ну, неправильно, вот этот знак абсолютной величины, конечно. Там X0, все равно будет H. XGT. Здесь слева OH. OH маленького. Да, 0. И совсем непросто. Это большая статья Саймона, которая называется Минимальные и максимальные операторы Шреттингера. Совсем непросто доказать, что вот если А принадлежит только L2 локально, то задаваемая таким образом квадратичная форма, она допускает замыкание и задает самосопряженный оператор. Очень интересное чтение, очень красиво, очень элегантно написана статья. Всем рекомендую. Ну, давайте сделаем минут на 10 перерыв. Так, оператор задается такой квадратичной формой. Ну, пишется по-разному. Иногда здесь ставится плюс, иногда здесь ставится и. Потому что, когда здесь стоит знак модуля, то уже неважно, стоит тут и или нет. Просто привычнее. Для меня привычнее писать в таком виде. Задается квадратичной формой. Вот Борис Саймона доказал, что это хорошая квадратичная форма, что она, что называется, допускает замыкание, что ее можно задать. Если потенциал принадлежит L1 локально, то на функциях из С0 бесконечность эта величина определена и хорошо определена задает оператор. Ну, конечно, если функция А приличная, то, казалось бы, область определения действия оператора можно легко задать. Не всегда легко. Вот мы с вами где-то в конце этого курса встретимся с гамильтонианом Ландау, у которого, вот, казалось бы, прекрасный, прекрасный потенциал, а свойства спектра и свойства оператора совсем плохие. Ладно. Как вы из физики знаете, магнитный потенциал не представляет собой, как правило, не представляет собой физически наблюдаемой величины. это некая условная величина, которая вводится для того, чтобы можно было написать оператор генетической энергии. Что реально, реально наблюдаемая физическая величина, это магнитное поле. Магнитное поле это матрица. Я ее писать вот один раз напишу. Б ЖКТ это с точностью у нас до знака ДА ЖТ по ДХКТ. Вот такая матрица это действительно магнитное поле, это та величина, которую можно пронаблюдать в эксперименте. Но в выравнение она сама по себе не входит. В выравнение она входит только через магнитный потенциал, который, конечно, по полю определяется неоднозначно. Видишь, наоборот не надо ДАЁ по ДСК минус наоборот, нет? А, минус наоборот, конечно. Конечно, правильно. Вот, по Б А определяется очень сильно неоднозначно. Но всяко с точки зрения спектральной теории это А, вот форма действия оператора, вот, напишем так, она вызывает неудовольствие. Дело в том, что обычно считается, что как хорошо, когда какое-то взаимодействие более или менее локализовано. Оно слабое по сравнению с основным оператором. Но здесь оно не локализовано, потому что даже если Б, реальное магнитное поле, имеет компактное носитель, локализовано в пространстве, то мы совершенно не можем быть уверены, что А будет локализована. Это мы должны решить вот такую систему уравнений для данного Б. И не всегда, а иногда заведомо не, это А будет тоже локализовано. А на самом деле может даже и расти. Здесь особенно двумерный случай важен, когда размерность 2. Тогда просто это невозможно. то есть вот величины Б, они как-то должны влиять на спектр оператора, на прочие свойства, но мы их сами не видим, а видим только А. И в этом трудность. Одно из основных обстоятельств, которые помогают исследовать спектральные свойства оператора Шредингера с магнитным полем, оператор Шредингера появится тогда, когда мы H A V это есть H A 0 плюс V плюс электрический потенциал. Это оператор Шредингер, его свойства они являются предметом изучения. вот одним из обстоятельств, которые помогают, но не решающие обстоятельства, много чего другого нужно, это так называемые диамагнитные неравенства. Тут придется сказать, что вот по крайней мере среди тех физиков, с которыми мне приходилось общаться. Ну, слово диамагнетизм это вот такое общее ругательство, что, мол, у системы включение магнитного поля повышает энергию. Ну, что означает, что повышают энергию, они должны иметь конкретный смысл в каждом конкретном случае, а вот в нашем случае это не всегда так. Значит, если нас интересует спектр, вот представим себе, что у нас имеется оператор H0V, обычный оператор Шредингера без магнитного поля, и оператор HA, HV, оператор с магнитным полем. Что можно сказать о соотношениях между собственными значениями одного и другого? Извините. Все. Да. Что можно сказать? что-то можно сказать сразу, а что-то другое, что можно сказать сразу, неверно. Итак, что можно сказать сразу? Можно сказать сразу, что нижнее собственное значение, ну, при каких-то разумных условиях на V, что нижнее собственное значение оператора Шреддингера при включении магнитного поля повышается. Становится больше. В этом смысле энергия увеличивается. Что неверно. Неверно сказать, что второе собственное значение поднимется. Это неверно. Оно может как подняться, так и опуститься. А сумма? Ну, сумма-то что угодно там. Я могу я расскажу, что можно простыми способами получить. Все это непростая задача. Значит, про сумму по-моему, в общем случае про сумму даже и неизвестно. Итак, что такое диамагнетизм с математической точки зрения? Я скажу демагнетизм с математической точки зрения он связан с тем обстоятельством, что оператор Лапласа не магнитный оператор Шреддингера. Он сохраняет одну из структур, о которых я говорил в прошлый раз. Вспомните, много-много разных есть структур в задаче аспектре квантово-механических задач там и пространство, и оператор. В том числе есть вещественная структура. Это то, что функции мы рассматриваем комплексно-значные. Но оператор Лапласа он переводит вещественную в вещественную. А магнитный оператор вот из этого И, которое тут стоит или тут стоит, он не сохраняет вещественности. Он, вообще говоря, переводит вещественные функции в комплексные. И вот сейчас я напишу напишу несколько неравенств Несколько неравенств, которые выражают это. Значит, первое это соотношение между резольвентами. Так, давайте без В. Рассмотрим резольвенты операторов немагнитного и магнитного. Мы знаем из известных формул, что резольвента немагнитного оператора это интегральный оператор. Формулу можно написать. И ну там при положительном Е, там через функции Ханкеля, я думаю, что вы писали это, я так наобумы и не могу написать. Ну вот резольвент, вот я больше нуля. Но важно то, что для оператора Шридинга резольвента это интегральный оператор с неотрицательным, точнее, скажем, с положительным ядром. Вот прямо выписывается через функции Ханкеля. Известно со времен Ханкеля о том, что эти функции положительные. Значит, мы напишем условно xy. Что не так просто, что для произвольного А, для произвольного магнитного поля это тоже интегральный оператор. Это так сразу не доказать. Это вот нужно трудиться. Но в какой-то момент я вам покажу, как это можно показать. Это тоже интегральный оператор. Уже ядро у него будет какое интегральное? А какое повезет? Где-то вещественное, где-то комплексное. Оператор не сохраняет вещественные структуры. И вот первое выражение это вот такое неравенство. Что почти всех х и у. Первое выражение для магнитного свойства состоит в том, что ядро резольвенты магнитного оператора, я сейчас слово скажу, которое используется, которое я буду использовать, мажорируется ядром резольвенты дни магнитного оператора для почти всех икс и игрок. Но если есть непрерывность какая-нибудь минимальная, то для всех икс и игрок. Вот это первое выражение так называемого диамагнитного свойства. Такое соотношение между ядрами резольвенты. Давайте поговорим, можно ли отсюда вывести что-нибудь про собственные числа. Давайте я про собственные числа. Пусть в области. Пусть не операторы, пусть матрицы. Вот пусть у нас имеется две матрицы, ну самые маленькие какие бывают, 2 на 2 матрица 1 на 1 уже слишком тривиально. Пускай имеется две матрицы. Вот напишем матрица А ЖК матрица Б ЖК размера 2 на 2 и собственное значение матрицы и или у матрицы А элементы положительные, а матрицы Б собственно какие угодно, но по абсолютной величине не превосходят. Вопрос, можно ли отсюда сделать вывод о том, что самое большое собственное значение матрицы А, оно никак не меньше самого большого собственного значения матрицы Б. Да, симметричная матрица. Ответ да, про самое большое из вариационного принципа нужно рассмотреть квадратичную форму и квадратичная форма матрицы А больше, чем квадратичная форма матрицы Б. А вот второе собственное значение, оно уже может играть в другую сторону. Я вам пример приведу, просто приведу пример. Давайте возьмем такие матрицы, матрица А. А матрица Б Ну, матрица А, собственное значение видно, 1 и 2. Наоборот, наоборот. наоборот, Б это А. У матрицы А тоже должно быть два собственных значения. Одно из них какое-то довольно большое. Там, я не помню, два корня из трех, что ли. Больше, чем 2. А другое собственное значение ноль. Матрица вырожденная. Оно меньше маленького значения матрицы B. Вот это такое удивительное свойство, что уже на уровне матриц мы видим, что диамагнитное неравенство, вот такой вариант диамагнитного неравенства, не дает нам оценок собственных значений в нужную сторону. Не дает. Так. Ну, давайте посмотрим дальше. Мне хочется сюда включить оператор V. Чтобы включить оператор V, я хочу сделать такую вещь. 1A. Я предположу, что V меньше нуля, строго меньше нуля. Я рассмотрю оператор, обратный оператору Бирмана Швингера. Рассмотрим оператор V минус минус 1 2 H 0 0 V минус степени минус 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 Оператор Шридингера на квадратный корень из V. Это почти то же самое, что оператор Бирмана Швингера. Припоминаете, что у нас был… Давайте я объясню. Оператор Бирмана Швингера, который мы с вами рассматривали, сводя задачу об отрицательных собственных значениях оператора Шридингера к задаче о собственных значениях положительных некоторого компактного оператора. Он вот так выглядит. Мы его можем записать в таком виде. Я скубочки поставлю. В минус, конечно. Теперь дальше. В курсе функционального анализа вы проходили, что если у вас имеется произведение двух операторов, то ненулевые собственные значения будут такие же, если мы порядок поменяем. то есть собственные значения этого такие же. Вот я какую-то такую завитошку напишу, как V1,2, H0, минус 1,1,1,2. То есть имеет такое же собственное значение, как этот. Ну и, наконец, какой оператор обратный к этому? Какой оператор обратный? Вот если это обозначим опять буквой TV, то оператор TV минус 1, а вы знаете, как собственные значения оператора выражаются через собственное значение обратного. Просто надо взять обратные величины. Так, обратный, вот мы считаем обратный, получим как раз вот то, что здесь написано. Это уже какая-то другая идея, да? Нет, это небольшое обобщение. Я просто объясняю, зачем я такое написал. Значит, здесь просто был оператор Швингера, а здесь оператор обратный к оператору Бирмана Швингера. Потому что нам дальше понадобится именно изучать спектр такого оператора. Вот. Значит, это свойство 1А, именно что резольвенты вот такого оператора, то есть обратного к преобразованному Бирману Швингеру. опять В минус 1 вторая, H0, HА0, В минус 1 вторая, плюс Е минус 1. То есть это обобщение. Это обобщение того факта, который написан под номером 1. Что такое неравенство между резольвентами? Оно сохранится, если мы оператор справа и слева окаймим умножением на вещественную функцию. Но выводы те же самые. То есть, что наибольшее собственное значение, это при хорошей жизни, это компактные операторы, наибольшее собственное значение, оно от включения магнитного поля, наибольшее собственное значение резольвенты, оно от включения магнитного поля понижается, а другие собственные значения, они могут как подняться, так и опуститься. И заранее ничего сказать нельзя. Более того, тем, кому не понравился пример с матрицами, ну, можно сказать, ну, вот, у матриц так, а может быть, в физике по-другому. Имеются примеры, вот, имеется большая серия статей Аврона, Хербста и Саймона, написанных в конце 60-х, начале 70-х, которые являются основой, основой математической теории операторов магнитного поля. Там приводятся примеры, что вот они сконструировали такое магнитное поле, что реально от включения этого магнитного поля какие-то собственные значения идут не туда. Итак, это был 1А, сейчас давайте я нарисую 2, что нам будет больше нужно. Я напишу сразу вот в таком виде, вот давайте вот этот оператор обозначим буквой Y0V. А вот этот оператор обозначим буквой YAV. Это неограниченный, самосопряженный оператор. Причем вот этот оператор, он сохраняет вещественность, а этот оператор нет. Итак, пункт 2, который, может быть, вы в физике и встречали. То есть, другой способ выражения диамагнитного принципа. мы рассмотрим вот такие функции от этих операторов. Значит, введем T больше нуля и рассмотрим такие функции от этих операторов. Экспонента. Некоторые физики и все математики, они сразу про такое скажут. Это тепловые полугруппы. Это операторные функции, которые решают отвечающие этим операторам у, уравнения теплопроводности. Тепловые полугруппы. Что известно про них? Известно, во-первых, что первое из них, первое, опять, неотрицательно, тоже без В это делается вручную, просто ядро теплопроводности, оно известна формула. Е в степени там на что-то. А с навешиванием этих В это, ну, чуть-чуть еще поработать. Вот все это вы можете найти, ну, много где, ну, например, вот в этих статьях Аврона, Хербста и Саймона. Значит, вот это интегральный оператор с ядром, у которого ядро положительно. Что известно про это? Известно, сейчас я скажу. Известна вот такая формулировка, что это интегральный оператор. И интегральный оператор, у которого ядро интегральное тоже не превосходит по абсолютной величине ядра оператора немагнитного. Это свойство тоже называется мажорированием или доминацией. Используется и тот, и другой термин. Я чаще пишу слово доминация. То есть, это интегральный оператор, это интегральный оператор. И ядро этого интегрального оператора магнитного не превосходит. Отсюда тоже мгновенно можно сделать вывод, что наибольшее собственное значение вот этого Е-Т игрок оно для немагнитного оператора меньше, чем для магнитного. Вот точно так же. Первое, собственно, как у всех матриц. Первое, собственно, значение неравенства в нужную сторону, а про другие неизвестные. Это как повезет. Так. Это для полукруктура? Саймона. Я думаю, что... По-моему, это даже до Саймона. Просто для... Для Саймона... У Саймона это красивое доказательство. Но наиболее чет... Более четкое доказательство можно найти вот в этой статье Мельгорда и меня Мельгорда и Мельгорда и Мельгорда. Это доказательство можно найти. Хорошо. Что я хочу из этого неравенства, именно из этого неравенства, что я хочу получить? Итак, я уже раза четыре сказал, что от включения магнитного поля собственные значения вот этого оператора, оператора, обратного Бергена-Швингера, могут двигаться не в ту сторону, как нам неравенство подсказывает. Существо моей теоремы состоит в следующем, что даже если двигается не в ту сторону, то не очень далеко. Сейчас я напишу точную формулировку. Итак, теорема значит это вот в статье Мельгорда и меня. Обозначим буквой Н от лямбда игрок количество собственных значений оператора игрок в промежутке ноль лямбда. Оператор игрок это оператор, вот он тут написан, был. вот остался след. Это неограниченный самосопряженный оператор, положительный. Вот это функция его распределения. утверждается, что ну да, пускай В принадлежит Д пополам. Д больше вибра внутрю. О других размерностях размерности 1 и 2 я буду говорить. утверждается, существует такая константа С, зависящая только от размерности. Такая, что все-таки функция распределения собственных значений оператора, вот этого оператора, обращенного Бермана Швингера, она оценивается через функцию распределения собственных значений немагнитного оператора. Ну, оценивается, но чуть-чуть хуже, что-то мы теряем. То есть, какие-то собственные значения двинулись в неправильную сторону, но не очень далеко они двинулись, так что оценка осталась. Константы только от размерности зависит? Константы зависят только от размерности. констанции зависит только от размерности. То есть, С, это величина С на лямбда в степени Д пополам на интеграл от В Д пополам. Значит, вот эта величина по оценке CLR выполнена. Значит, и для этого тоже имеется такой же порядок. Какую здесь CLR применим? У нас же там отрицательное состояние? Нет, нет, нет. Значит, Бирман Швингер, оценка Бирмана Швингера, она дает оценку количества отрицательных собственных значений оператора Шредингера через количество положительных собственных значений оператора Бирмана Швингера, которые больше единицы. Умножая В, это я показывал в прошлый раз, умножая В на параметр Т, мы получаем оценку распределения собственных значений Бирмана Швингера для любого, на любом интервале, больших любого числа. Наконец, наш оператор Y, это обратное к нему. Собственное значение Y, это собственное значение обратное к собственным значениям Бирмана Швингера. Н+, только обратное количество N+, ТВ от одной лямбды. Ну, да. Тогда лямбда должна вынести степень минуса лямбда. нет. Все-таки это обратные величины. Обратные величины. Здесь лямбда уже идет к плюс бесконечности. Количество собственных когда лямбда растет, когда лямбда растет, то количество собственных значений растет. Поэтому лямбда должна быть в положительной степени. Это вот такая мнемоническая проверка. Как такое доказывается? Я думаю, что 5 может быть даже меньше минут хватит. Итак, пункт первый. Пункт первый. Он состоит в следующем. Что? утверждается, что оператор Е в степени минус Т игрок 0 В что этот оператор? Он является оператором Гильберта Шмидта и более того, оператором ядерным трейс-класс. Я думаю, что эти понятия кто не знает, что это такое? Гильберт Шмидт и трейс-класс. Так. Я напомню, что оператор Т нас интересует только самый сопряженный случай сейчас Т Он называется оператором Гильберта Шмидта если сумма собственных значений от оператора Т взята в квадрате конечна. Он называется оператором Гильберта Шмидта. Он называется и обозначается это С2. Вот в Петербурге принят этот класс Гильберта Шмидта обозначается С2. Оператор Т называется оператором трейс-класс по-русски ядерным что несколько мимо если сумма самих сингулярных чисел меньше бесконечности. утверждается что вот для этой полугруппы если Т больше нуля для полугруппы этой этот оператор является трейс-класс и более того он является ядерным. Откуда это берется? Берется это из того что собственное что вот эта величина что сингулярные числа с числа для вот этого оператора для экспоненты они выражаются через собственные значения через собственные значения оператора у значит напишем мю джетта равняется е минус т лямбда джетта собственные значения вот этого оператора лямбда джетта это собственное значение оператора у равняется это мы уже описали мы записываем через функцию распределения через интеграл стильть са сумма мю джетта равняется интегралу стильть са е минус т с д н от с игрок 0 в интегрируем по частям не не превосходит интегралы опять граничные члены исчезают это будет т интеграл от е минус st n от s ds ну а для этой величины у нас есть оценка c l a не превосходит значит нужной константы которая там есть на s в степени d пополам ну и видно что для любого положительного t этот интеграл сходится итак первый факт то что вот этот интеграл что этот интеграл этот оператор он для любого t принадлежит трейс-класс но в настоящий момент нам нужно более слабое то что он гильберта шмидта потому что для операторов гильберта шмидта это единственный класс операторов для которых можно в явном виде написать необходимые достаточно условия принадлежности этому классу через интегральное ядро я напомню это вы должны были на функциональном анализе проходить то что оператор принадлежит t принадлежит s2 тогда и только тогда когда он является интегральным оператором синдром t от x y таких что интеграл модуль t от x y в квадрате dx dy меньше бесконечности то есть только такие операторы только такие то есть более того что вот если у нас функциональная гильберта пространство то существует такое ядро 2 2 любой оператор из гильберта шмидта он представляется вот таким ядром более того такое ядро и квадратично интегрируем а по всем переменам тогда и только тогда ну значит мы можем сказать вспоминая гильберта шмидт можем сказать это следующее следующий шаг что интеграл вот этого e минус t y 0 v от x y в квадрате dx dy и у меньше бесконечности для любого положительного t для t равна в нулю конечно это не так дальше вспоминаем диамагнитное неравенство и 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 Смотрим, в этом неравенстве правая часть интегрируема в квадрате, это мы только что выяснили. А здесь оценка по модулю, значит и левая часть интегрируема в квадрате. Значит, для магнитного оператора, вот этот обратный к оператору Бирмана Швингера принадлежит классу Гильберта Шмидта. Ну, нам надо больше. Последнее, что я сегодня скажу, то есть мне чуть-чуть не хватает, но я не хочу в конце этого. Там еще два небольших шага осталось. Последнее, что я сейчас скажу, это то, что на самом деле вот этот оператор, принадлежит трейс-класс, является ядерным. Что он не только Гильберт Шмидт, он не только... Вот мы сейчас обнаружили, что он Гильберт Шмидт, до того мы этого не знали. Мы даже не знали то, что спектр дискретный. А вот из диамагнитного неравенства, единственное место, где мы его использовали, это... Так, почему он принадлежит С1? Мы используем полугрупповое свойство. Мы только что выяснили, что вот этот оператор для любого Т принадлежит классу Гильберта Шмидта. И этот оператор, он тот же самый принадлежит Гильберту Шмидту. А с теорией операторов мы знаем, что произведение двух операторов Гильберта Шмидта, оно трейс-класс. Вот до чего мы дошли. Нам совсем немного осталось, это вот мы с вами в четверг добьем. Продолжение следует...